итак ребята всем привет сегодня мы на очередном копе выехали мы в ту же деревню где в прошлый раз нас подняли сотрудники милиции вот в общем выехал я сюда же думаю черт чем не черт не шутит и и все-таки приехал в эту же деревню нашел местечко достаточно большой дом но по фундаменту видно что это советы советская империя здесь монеты я уже подымаю не снимаю их потому что в принципе советские ничего интересного интересно то что выскакивает в основном одни пятаки советские пятаки ранее ранее позднее вот сейчас я вам покажу видео свое начал снимать решил немножко отдохнуть чай попить перекурить ну и заодно вам показать все находки которые я поднял за это время как приехал копая примерно где-то уже наверное с часок разработал я вот под ногами вот такой вот небольшой шурф дошел я до основного фундамента здесь у нас имеется уже бетон современный вот так что находки у нас советики на сейчас я вам покажу какие у меня здесь находки принципе вот такой фундик я разработал вот в принципе ничего такого особенного большого нету но самое главное то что он проходит так вот и туда метров наверное на 10 то есть большой был дом ну ладно сейчас покажу вам находки но по находкам у меня вот так вот это у меня мелочевка всякая душка червончики в квадрате в общем где-то с тридцатого года даже есть так что это за год такой интересный 61 но очень что-то странный какой то ли 51 то ли 61 не знаю вот и пятачки вот такие вот пятачки есть два ранних и два поздних все находки где-то период от 30 до 50 года так что дом стоял вплоть практически до 70-х годов вот империи пока нет жаль ну ладно находки будут интересны я в прямом эфире вам покажу их как я их выкопал а так ладно посмотрим итак ребят забегу я немного вперед если у вас есть желание смотреть мой коп дальше но заранее вам скажу что коп меня сегодня не очень не хочу терять ваше время вот можете посмотреть конечно но сегодня у меня одни советы нахожусь и он шурфе сенсации нет так что смотрите сами смотреть продолжение или нет так что смотрите и так решил ребята вам заснять одну находочку она в принципе ничего особенного просто необычная тем что я такие находки еще не подымал вот и это самое настоящее что ни на есть запонка самая настоящая запонка советского времени вот такая вот зачетная вещица сохранилась у нас лакокрасочное покрытие язычок я не буду отгибать иначе отломается так что оставлю ее так как она есть это самая настоящая запонка немногие я вижу подымают их хотя некоторые подымают конину и говорят что это запонка нет нет это у нас бывает с цветными камушками это у нас конина а многие называют запонкой ну а так ладно вот так вот настоящая в выглядит запонка ну ладно продолжаем советую вам не снимаю попадаются нет нет но все же царей нету сегодня походу без царей ладно продолжаем и так ребят у меня находка и находка это у меня вот на цепи пятачок пять копеек пятьдесят седьмого года зачетно большая советская крупная монета ладно продолжаем продолжаем итак ребят у меня очередная круглая монета размером с пятачок как видите советская и год у нас 57 снова 57 это вторая монета 57 года ладно забираем конечно забираем сохранщик конечно дымовой но ничего забираем находка у нас такого характера это у нас 20 копеек 20 копеек в квадрате вот сорок третий вроде такая вот находочка ладно у нас по-прежнему все так же советы 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 никаких находок нет даже бутылки советской эпохи ну с этого шурфа мне сегодня ничего хорошего не поднять так что ладно будем добивать и заканчивать день у нас не задался продолжаем так ребята наткнулся я вот на такой вот непонятный слой стенки эта стенка идет посередине посередине моего шурфа то есть здесь вот конечно и там конечно это по ходу печка и здесь большое обилие находок вдоль печки вот прямо одна за другой прямо здесь вот наверное когда стыковались доски с печью образовали щели никогда монет катилась ударялся печку и падала вниз в общем поэтому липут по этой линии вдоль вот этой стены идет большое количество монет то есть наверное вот из этой ямы я выкопал уже наверное штук шесть вот и все они правда советские здесь заканчивается печь я так понимаю потому что дальше как вы видите я проверил печи отсутствие то есть стенка это угловая часть значит туда можно копать вот непонятные какие-то два столбушка очень высокие видео такое торга тулина непонятно что это вот ну туда дальше можно копать сейчас я продолжаю в ту сторону к сожалению здесь вот рядом дерево стоит и она мешает мне продолжать туда копать сейчас посмотрим но я чё находка у меня находка вот такого вот характера я увидел это у меня сегодня самая древняя находка пуговка орлянка такое вроде бодренький и взади у нас имеется ушко такая пуговка это у меня сегодня самая зачетная древняя находка вот так вот сейчас я вам покажу еще которые 6 штук я поднял здесь вот это вот они монеты все советские вот это все вдоль стены буквально на протяжении метра вот так вот наверное продолжу время меня еще позволяет на часок себе еще позволю покопать и буду собираться но так ладно продолжаем всем гостям моего канала рекомендую подписаться здесь вы увидите много интересного видео что связано с металлопоиском и полезной информации будьте всегда первым при просмотре новых видео а для этого тебе надо подписаться нажать на колокольчик поставить галочку и ты будешь первым оповещен о появлении нового выпусков итак печь у меня закончилась вот он краешка то есть печи у нас метр получается но туда мне дальше неудобно копать я решил с этой страны немножко двинуться у меня находка такая вот снова советим советим пять копеек пятьдесят пятый у меня прям сегодня подготовка пятьдесят пятый пятьдесят шестой пятьдесят седьмой три подряд года и все пятаки ладно продолжаем итак ребят с этой страны я закончил свою печку потому что вон там он упирается уже в основной фундамент вот так вот он проходит для печки какая-то она маленькая метр на метр вот я решил с той стороны все страны начать разрабатывать вот разработал сигнальчик у меня был и вот такой вот если кто знает помнит был и это у нас комсомол в лксм зачетные вещицы я застал этот период только у нас был уже ульянов ленин нарисован а здесь еще старый образец в лксм с обратной стороны у нас имеется вот такая вот закручил к зачетная вещица нечастая между прочим только можно поднять на шурфах ну ладно продолжаем зачетная находка отправляется коллекцию итак ребята что я хочу сказать про этот шурф шурф у нас существовал дом этот до 61 года как минимум здесь были любители выпить очень много вот такого характера очень много очень много бутылок вот такие вот бутылки тоже очень много некоторые бутылки я старался аккуратно выкапывать думал в надежде что может быть чем царская был меломан любил слушать пластинки и человек занимался фотографией к сожалению тут эту пленку у нас не отснято вот так вот дополню что он был комсомольцем и был женатый это у нас колечко женское обручальное вот такая вот история данного шуфа решил я отснять пока еще светло данные шурум бурум пластинок очень много вот так вот кругом бутылки абсолютно везде ну и вот она печка которую я тоже буквально через 15 минут закончу и будут собираться и постараюсь вам сделать видео отчет по своим советским монетам ну ладно продолжаем итак ребята буду заканчивать свой коп видео отчетом сегодня мы копали одни в одной деревушке вот в принципе находки на этой деревне хорошие но сегодня шурф не задался тем что советским оказался абсолютно все находки являются советами начиная самая старая монета двадцать девятого года вот остальные все по возрастанию вот так что сейчас я просто вам покажу свои находочки за сегодня их в принципе немало но все равно я думаю она того не стоило чтобы так далеко ехать и рисковать тем что приехал я снова в ту деревню где меня повязала милиция вот если кому любопытно и это видео будет предыдущие так что в том видео нас прогнал сотрудники милиции и вот я снова вернулся на риск свой и страх но находок нет к сожалению сейчас мы посмотрим с вами находки опа вот это я где-то попал вот это я машину зачухал даже не как-то не обращал внимание что я где-то встрял ну а по находкам у меня вот как со шмурдиком у меня вот так вот две пуговки орлянки значок в лксм два колечка обручайных шмурдячок вот такого рода запомка и по монетам у меня получилось вот так вот а не буду я вам говорить перечислять какие года все все увидите где-то у нас пятачки ряд пятачков трешечки двадцатки пятнашки червонцы это у нас двушечки и копейки как вы видите принципе довольно-таки большое количество монет но к сожалению они советские и ничего интересного и раритетного и дорогостоящего к сожалению нет так что выехал просто душу оторвал прогулялся отдохнул поволновался потратил бензин как говорится и все копали мод в этих вот местах но ничего ничего следующий коп я думаю будет удачнее кстати пришла пора уже заходить на огороды и отправляться на пляж так что возможно следующие видео у меня будут посещение пляжев и огородов так что все всем удачи и пока подписывайтесь на канал и всего доброго субтитры сделал DimaTorzok и